Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня Без Фанатизма. У меня для вас рецепт вкусных котлет из капусты и курицы. Начинаю готовить. Для этих котлет я беру полкило капусты и предварительно отвариваю до полной готовности. Отварную охлажденную капусту мелко нарезаю. Затем один пучок зелёного лука мелко-мелко нарежу. Если нет зелёного лука, можно взять обычный репчатый маленькую луковичку, грамм на 60. Нарезанный лук добавляю к капусте. Отварную курицу тоже мелко нарежу. Курицу можно брать из любых частей курицы. У меня здесь и грудка, и с крылышек мясо, и с ножек. В общем, любое. Главное, без кожи. 200 грамм. И нарезанную курицу добавляем к капусте с луком. Сюда же добавляю 2 яйца. И 1 столовую ложку сметаны жирностью 15%. 50 грамм. И 2 столовые ложки муки. 50 грамм тоже. Муку можно взять любую полезную. У меня мука из твёрдых сортов пшеницы. Можно взять муку цельнозерновую. Можно взять кукурузную. Можно взять овсяную. В общем, любую полезную муку. Добавляю специи. У меня чёрный перец и соль по вкусу. Специи можно добавлять любые по своему вкусу и желанию. Осталось всё хорошенько перемешать. Получилась отличная по консистенции котлетная масса. Теперь делим её на порции. На порционные кусочки. У меня получилось 12 штук. Теперь в сковороду добавляю 1 столовую ложку растительного масла. Неглубокую 12 грамм. Слегка разогреваю. Можно готовить эти котлеты не только на сковороде, но и в духовке. Когда сковорода слегка разогреется, формуем беточки и выкладываем на сковороду. Готовим на небольшом нагреве. Немного выше самого маленького. Готовим несколько минут под закрытой крышкой до зарумянивания. Нагрев небольшой. Это не агрессивная жарка, а щадящее такое приготовление. Если готовите в духовке, то духовку разогреваем до 200 градусов и готовим минут 20. 20-25. Готовлю под закрытой крышкой. Прошло где-то минуты 4-5. Я их перевернула. Вот такие они симпатичные. Очень хорошо переворачиваются легко. Прекрасно вот так выглядят. Также готовлю несколько минут под крышкой и с другой стороны. Очень аппетитные. Первая партия готова. Готовлю вторую партию. Масло больше не подливаю. Как первый раз добавила 1 столовую ложку. Этого вполне хватает. И так же готовлю вторую партию. По несколько минут с каждой стороны под крышкой. Это уже вторые почти готовы. Биточки готовы. Вот такие они симпатичные. Аппетитные, твёрденькие. Очень ароматные, ароматно пахнут. Осталось попробовать и посчитать пищевую ценность. Пищевая ценность таких котлет на 100 грамм 116 килокалорий. Вполне замечательно. Здесь есть и белок, и овощи, и жиры, и сложные углеводы в виде полезной муки. Осталось попробовать. Это гораздо лучше, чем я ожидала. Котлета очень нежная. Почему-то не чувствуется вкус капусты. В основном преобладает вкус куриный. Очень нежная, мягкая. И в то же время хорошо держит форму. Замечательные котлеты. Можно подавать со сметаной, например. Или со сметаной, чесночным соусом. Великолепно. Ставлю на огонь и добавляю в неё 15 грамм сливочного масла жирностью 82,5%. Лук 300 грамм мелко нарежу. И отправляю лук в сковороду. Сюда же добавляю 100 миллилитров воды и лук припускаю. Морковку весом 160 грамм также мелко нарежу. Отправляем морковку к луку и готовим 5-7 минут. Пока овощи готовятся, приготовлю фарш. Я беру 500 грамм куриного фарша без кожи. 160 грамм лука. Пропустила также на мясорубке. И гречка у меня. Гречки я взяла полстакана, 110 грамм. И отварила до готовности в воде. Воду я брала в 2,5 раза больше, чем гречки. Сейчас я всё это смешаю. 15 грамм чеснока натру на мелкой тёрке. Сюда же добавляю одно яйцо. Солю по вкусу. Добавляю немного молотого чёрного перца. И пол чайной ложечки молотого кориандра. И всё перемешиваю. Фарш готов. Оставляю его настаиваться. Прошло 5-7 минут. Овощи стали слегка мягкие. Если жидкость испаряется, добавляем понемногу воды. Сюда же я теперь отправляю загуститель для соуса. Я беру 20 грамм овсяных хлопьях, измельчённых на блендере. Или можно на кофемолке. И всё вот так перемешиваю. Сюда же отправляю 150 грамм сметаны с жирностью 15%. И всё перемешиваю. Масса закипела. Теперь добавляю понемногу жидкости воды. Или куриный бульон можно взять. И хорошенько перемешиваю. Жидкости воды добавляем столько, чтобы образовался соус, в котором будут гречанники вариться. И доводим до кипения. Солим по вкусу. Пока соус закипает, разделим гречанники на порции. Соус закипел. Теперь берём заготовочки, делаем вот такие круглые шарики, как тефтельки, и отправляем в соус. Шарики вот так вот из одной руки в другую уплотняем хорошенько, чтобы они были кругленькие, ровненькие, плотненькие, без трещин. Ну вот, всё отлично. Будем готовить на самом маленьком огне под закрытой крышкой. 15 минут. Прошло 15 минут. Всё готово. Теперь выключаем. Сверху посыпаем зеленью. Дадим постоять. Минут 5 отдохнуть. И будем подавать. Вот, друзья, вот такие гречанники у меня получились. Обалденный соус. Потрясающий сливочный вкус. Насыщенный. Очень вкусно и красиво. Очень аппетитно. И самое главное, очень быстро и просто. Друзья, пищевая ценность гречанников соусом 106 калорий на 100 грамм. Предлагаю вашему вниманию новый рецепт очень вкусного салата. Для начала я беру одну столовую ложку растительного масла 12 грамм. И сковороду ставлю на нагрев. Затем мне понадобится куриная грудка. Я взяла 300 грамм куриной грудки. И нарезала мелкими вот такими кусочками, небольшими. Когда сковорода нагреется, я добавляю куриную грудку в сковороду и готовлю на небольшом нагреве под закрытой крышкой. Затем 4 средних шампиньона весом 150 грамм я нарежу соломкой. Вот такой вот соломкой. Не мелкой и не крупной. Подготовленные шампиньоны добавляю в сковороду к куриной грудке. Теперь я их посолю и поперчу. Все перемешаю и буду готовить еще 2-3 минуты с шампиньонами. В общей сложности куриная грудка с грибами будет готовиться 10 минут. Теперь уже готовлю без крышки. Бесподобная основа для салатов почти готова. Затем 2 маринованных средних огурчика весом 120 грамм я нарежу соломкой. И нарезанные огурцы отправляю в чашку, в которой буду собирать салат. Тем временем куриная грудка с грибами готова. Я ее выключаю и дам ей остыть. Две небольшие картофелины весом 150 грамм уже заранее отварные и охлажденные я также нарежу соломкой. Вот в таком виде для тех, кто следит за своим здоровьем, за своей фигурой, за уровнем сахара. Вот картофель в таком виде отварной или запеченный и охлажденный это самый полезный вариант. В таком виде он, во-первых, действует как пребиотик и в холодном виде у картофеля намного ниже гликемический индекс. То есть салаты с отварным охлажденным картофелем это очень полезный вариант для того, чтобы съесть картофель на пользу, а не во вред. И нарезанный картофель отправляю в чашку к маринованным огурчикам. Затем мне понадобится зеленый горошек. Это одна стандартная банка весом 425 миллилитров чистого горошка у меня получилось 250 грамм. Я также добавляю в чашку к огурцам с картофелем. Затем один средний пучок зеленого лука это 100 грамм весом нарежу мелкими колечками. Нарезанный зеленый лук также отправляю в чашку к овощам. Теперь пришло время добавить в салат куриную грудку с грибами. заправляю салат сметаной жирностью 15% 150 грамм сметаны. Это 2 большие большие столовые ложки. Если кому нравится можно добавить чайную ложку горчицы обычной столовой или зернистой. Теперь все перемешиваем и пробуем на вкус. Все готово. Дадим салату настояться минут 5-10 и будем подавать и считать килокалории. Прошло 10 минут. Салат настоялся, полностью ароматизировался всеми вкусами, всеми ингредиентами, которые входят в этот салат. Салат получился очень вкусный, просто потрясающий, простой, но в то же время очень вкусный и обязательно понравится всем. опять же, рецепт новый, незаезженный, всё новое, это интересно. Какова же пищевая ценность этого салата? Пищевая ценность салата, вот такого мясного, прекрасного, вкусного, всего-навсего 91 килокалория на 100 грамм. То есть замечательно, можно есть с удовольствием и при этом худеть. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом и до встречи в следующем видео. Пока-пока!